Здравствуйте, уважаемые копейщане! Сегодня в рамках урока истории мы заканчиваем передачу, посвященную связке двух политических деятелей, которые разрушили и Советский Союз, и разрушили экономику нашей страны. А именно, это связка Горбачев-Ельцин. Сегодня я скажу вам о том, о чем вы, скорее всего, никогда не слышали. Кто являлся заказчиком тех реформ, которые проводили, изменившие своим устрою, своим убеждением руководители Советского Союза Горбачев и Ельцин? Между Ельцином и Горбачевым, как видим, кроме личного соперничества за власть, не было глубоких расхождений. Ельцин просто до конца довел то, что недостаточно решительно делал Горбачев. Все наши реформы проводились по лекалам Запада. Вы не слышали наименования такой организации. Бнайбрид. Что это за организация? Это сионистский масонский центр, который объединяет крупнейших финансистов мира. Это и Сорос, и Рокфеллер, и Ротшильд, и масса других финансистов, которые собираются на свои встречи и решают все главные вопросы. Практически это мировое теневое правительство. И президент Соединенных Штатов ничего не может сделать без согласия этого правительства. Потому что все финансы находятся в руках именно вот этой группы лиц. И это теневое правительство не любит себя афишировать. Оно никогда не лезет под телекамеры. Но именно оно диктовало волю Горбачева. И поддерживало Горбачева. Давало кабальные займы, но требовало разрушения нашей экономики. А что, собственно, им надо от нас? Им надо от нас главное. Им надо от нас запасы минерального сырья. Запасы минерального сырья очень ограничены в мире. То, что выкачивается, то, что забирается из недр, то невосполнимо. И есть Россия, у которой очень редкое население. Подумаешь, там 130 миллионов. Но Россия захватила такую огромнейшую территорию. Сибирь принадлежит России. Это вообще-то незаконно и это безнравственно. Сибирь – это богатейшая кладовая, которая должна принадлежать всему человечеству. Идет погоня за сырьем, погоня за энергоресурсами. И им нужно только это. А что для этого надо сделать? А для этого надо развалить экономику России. Надо, чтобы она ускоренно от плановой экономики перешла к рынку, так называемому, к буржуазным отношениям. А учитывая национальный менталитет, традиции и учитывая то, что в России никогда не будет рынка настоящего, потому что не будет конкуренции. А не будет конкуренции, потому что сверху будет насаждаться капитализм, а не снизу развиваться. Потому что чиновники будут делить собственность. Они не будут заинтересованы в том, чтобы у их протеже были конкуренции. Потому что они сами будут присасываться к этому же источнику, который передали своим людям. И все реформы, все, что было сделано, происходило по лекалам Бнай-Брита. Кто осуществлял эти реформы? Я помню, когда был депутатом, то Белый дом кишел иностранными советниками. Это было все представители Бнай-Брита. Но они скрывались под маркой представителей Международного валютного фонда. А Международный валютный фонд – это орган этого теневого правительства практически. И было сделано все для того, чтобы Ельцин до конца нашу экономику развалил. Чтобы можно было все прибрать к рукам. Во-первых, при Ельцине окончательно были уничтожены все наши ракеты. Такие, которые представляли угрозу для Соединенных Штатов. Остался самый минимум. Дальше. Что сделал еще Ельцин? Ну, президент Соединенных Штатов Америки, ну, потирал руки. Дело в том, что 500 тонн оружейного плутония, оружейного урана, было продано практически за копейки Соединенным Штатам. У них такое количество было накоплено оружейного плутония и оружейного урана для атомных бомб. Такое количество было на протяжении всей истории, когда они начали заниматься атомной проблемой. И мы взяли, вытащили весь этот высокоактивный уран и триллионы долларов это стоило. Несколько триллионов. Мы продали за несколько миллионов Соединенных Штатов. Америка ахнула. Она не ожидала с нашей стороны такого подарка. И у нас практически атомного оружия при Ельцине осталось столько, что президент Клинтон сменивался. Да пусть себе тешат, что они атомная держава. Оставим им немного. Это уже для нас не опасно. А тем более, что ракеты они уничтожили по нашему требованию. Те ракеты, которые могли долететь до Соединенных Штатов. При этом, что интересно, все объекты наши, оборонные, все ракетные установки были открыты для американских инспекторов. Но Америка наших инспекторов к себе не пускала. Были уничтожены Ельциным все ракеты, опасные для Соединенных Штатов, установленные на железнодорожных платформах. Железнодорожные ракетные установки. Это были мобильные установки, такие установки, которые, ну, невозможно было быстро засечь. Залп дали, и тут же передвинулись в другое место. Все было уничтожено. Многие ученые покончили с собой в связи с этим. И это, конечно, был страшный удар по нашей атомной промышленности, по нашей ракетной промышленности. Мы практически перед Соединенными Штатами при Ельцине разоружились. И он это прекрасно понимал. И что дядя Билл скажет, Билл Клинтон, друг Билл, как он его называл, то и будет сделано. И он, ну, пытался где-то что-то рычать, показать, что мы страна самостоятельная. Когда был в Китае, вроде сказал, что Америка не будет нам волю диктовать и так далее. Но это маскировка. Америка волю диктовала. Наша экономика оказалась разбитой, растасканной. Правительство отдавало недра, отдавало частным собственникам. У нас росла нищета с одной стороны, и росло богатство с другой стороны. Ну, и сейчас продолжает, к сожалению, такое быть. Но при Ельцине это было катастрофических масштабов. Значит, отдавали заводы тем, кому Ельцин пожелал отдать. Своим людям. Благодаря вот этой воровской ваучерной приватизации. И, кстати, у нас в стране, кроме массы иностранных агентов, которых возглавлял Джеффри Сакс, главный консультант был Ельцина, проводили реформы наши реформаторы. Это Чубайс, это Авин, это Шохин, это Гайдар. Причем они были агентами Бнай-Брита. Почему я говорю агентами? Потому что у Бнай-Брита есть академия своя, которая располагается в одном из замков в Австрии под Веной. И там проходят стажировку те люди, которые потом осуществляют в странах то, что Бнай-Бриту надо этому теневому правительству. И вот эти люди наши, в частности, Авин, Шохин, Гайдар, ой, прошу простить, и Чубайс, они были как раз курсантами на стажировке там. И слепо выполняли их волю. Для того, чтобы поживились люди как можно скорее. Чтобы скорее их создать класс собственников. Чтобы покончить с коммунизмом. Пройти ступень возврата. Именно преодолеть вот это, войти в невозвратность. Вот это преступление против народа. А результатом явилось то, что все решения были приняты в интересах меньшинства против народа. Все было направлено против народа. Вот вы посмотрите. Я выписал вот здесь, на карточку, выписал результаты Ельцинского правления. Бюджет за годы правления Ельцина сократился в 13 раз. Бюджет Российской Федерации. Население уменьшилось на 10 миллионов человек. Уровень жизни мы передвинулись в России с 25-го места в мире на 68-е. Нищета населения увеличилась более чем в 20 раз. Детская смертность увеличилась в 48 раз. Смертность населения в целом, не только детская, а вообще в целом, население увеличилось в 2,5 раза. Сельхозпродукции, производство уменьшилось в 2 раза. Машиностроение, выпуск продукции уменьшилось в 2,3 раза. Объем капитальных вложений уменьшился в 5 раз. Вот результаты преступного правления Ельцина. Преступного. Что было у других ветвей власти, у законодательной? Понимала законодательная власть или не понимала, что Ельцин это преступник номер один в истории России, как Гитлер преступник номер один в мире? Да, понимала. В частности, когда в Государственной Думе коммунисты были значительно представлены, и даже председателем был коммунист Селезнев, сначала Рыбкин, потом Селезнев, ну Рыбкин тот, хоть коммунистом вроде был, но он на поводу Ельцина шел во всем. Селезнев. Ставили вопрос об импичменте Ельцину, за тот геноцид против населения, за преступления против парламента. Но, к сожалению, голосов не хватило. Но, товарищи, была одна попытка, о которой вы не знаете, она тщательно вскрывалась, была попытка военного свержения Ельцина. Надо сказать, что, к сожалению, наша армия показала себя ну, недостаточно патриотичной. Генералы сменились с властью Ельцина, и бросились так же разворовывать собственность, как остальные люди, которые стали олигархами. Значит, продавали и перепродавали все. Продавали оружие, как металлолом, продавали танки, продавали все абсолютно. А что касается промышленных предприятий, была такая схема. Была схема доводить предприятие до банкротства, а потом присваивать его за копейки, с помощью залоговых аукционов и всего прочего. Доходило даже до того, что в Петербурге грузили рыбу в Петербурге на суда, рефрижераторы плыли вокруг всей Европы, приходили в Одессу, на Украину, и там уже продавали, как заграничную рыбу, продавали за бешеные деньги. Что творилось? Знаете, лучше об этом не вспоминать. Но надо знать, что воруй Москва, какой она была вначале уже при Горбачеве, она превратилась в воруй страну. Разворовано все, что можно. И самое страшное, это то, что акции оборонных заводов практически оказались в руках иностранцев, агентов вот этого самого теневого мирового правительства Бнайбрита. И они практически контролируют нашу оборонную промышленность. Но мне хотелось остановиться на последнем вопросе, а именно на том, что была военная попытка свержения, но она, к сожалению, была подавлена в стадии еще подготовки. Был такой честный человек, еврей по национальности, но патриот России, Лев Рохлин, генерал-лейтенант. Он показал себя боевым генералом во всех этих межнациональных конфликтах, в том числе и в Чечне, мужественным человеком, который пользовался большим авторитетом среди офицерского корпуса. Он был избран депутатом Государственной Думы. И там возглавил комитет по обороне. И как председатель комитета по обороне он мог поддерживать контакт со всеми руководителями воинских частей. Он начал собирать совещания. Он начал склонять на свою сторону генералов тех, которые остались патриотами России, которые не клюнули на удочку, что можно воровать, можно обогатиться, можно настроить себе дворцов, особняков под Москвой, под Петербургом и в Сочи. Он шел к тому, чтобы свергнуть вооруженным путем. Но, к сожалению, это дело было обнаружено, сохранено в тайне, и Рохлин был убит у себя на даче. Но как это представить убийство, чтобы скрыть следы, что готовился военный переворот в нашей стране, свержение военной Ельцина и установление патриотической власти, в конце концов, в России, объявили, что на почве ревности Рохлина убила его жена. Застрелила. Взяли отпечатки пальцев на пистолете, на рукоятку пистолетов жены. А жене сказали, накололи ее различными депрессантами и сказали, признайся, что это ты убила, если ты хочешь, чтобы твои дети были живы. Она призналась, что убила она, хотя ясно, что это было сделано для того, чтобы предотвратить возможность свержения Ельцина революционным путем силами патриотически настроенных офицеров. Таким образом, Ельцин и Горбачев это одного поля ягоды. Вражда между ними не по существу проблем, а вражда за личное соперничество, за личную власть. То, что Горбачев начал, Ельцин закончил. Последствия этого очень печальные. И нынешнему президенту, Путину, который для того, чтобы в конце концов Ельцин убрался с президентского кресла, пришлось сдавать обязательства, что за те преступления, которые он совершил, не будет привлечен к ответственности ни он, ни его семья. А как говорят, кошка знала, чего мясо съела. Ельцин прекрасно понимал, что он может быть привлечен. Он натворил много преступлений. Отсюда он вырвал у Путина, тот вынужден был дать ему беспрецедентные в истории других стран обязательства, потому что везде преступников президента в прошлом, когда они натворили дел преступных, привлекают к ответственности. Путин подписал этот указ, вступил в права президента, был избран. И на Путина продолжалось то же давление, которое оказывал Найбрид. И Путину досталось очень большое наследство. И очень разоренная Россия, очень тяжелая наследство досталось. И ему приходится выправлять все эти искривления политики национальной, которые были. По-прежнему, к сожалению, есть олигархи, которые обогащаются, по-прежнему жизненный уровень падает. И когда Найбрид убедился, что Путин патриотически настроенный президент, и что него давить трудно, если он идет на какие-то уступки, то незначительные уступки идет, во всяком случае, по тем хотя бы обязательствам, которые при Ельцине Россия дала, международным обязательствам, их надо выполнять. Отсюда и ракеты, проблема с ракетами и так далее. Но потом они поняли, что Путин будет защищать интересы России, национальные интересы, и они перешли к прямому, уже не скрытому через Найбрид, а через государственные системы, подчиненные этому Найбриду, давление открытое на Россию в виде тех санкций, которые применяются и которые ставят задачей, ну практически до конца разрушить экономику России. И наша страна из-за этих санкций, конечно, находится сейчас в тяжелом положении. И нам необходимо сейчас установить контакты с азиатскими странами, по возможности придерживаться контактов с теми европейскими странами, которым эти санкции надоели, потому что эти санкции по настоянию Америки введенные, они бьют и по экономике европейских стран. Ситуация тяжелая. Это ситуация, которую мы сейчас расхлебываем. Это ситуация, создано руками антипатриота Горбачева и преступника Ельцина. И мы хлебаем последствия их политики. Вот такова была роль этих личностей в нашей истории. На этом, товарищи, закончим. Благодарю вас за внимание. Последующие передачи будут посвящены другим историческим личностям, таким, как Хрущев, таким, как Сталин, таким, как Гитлер, возможно, таким, как Муссолини и так далее, которые так или иначе в положительном или в отрицательном смысле оказали влияние на ход мировой истории. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok